Крещение Господне – событие евангельской истории. В храмах состоялись сегодня божественные службы. Многие приходили в церковь за святой водой. В этот день она имеет особую целительную силу, уверены прихожане. И в наше время остается загадкой, почему же именно крещенская вода в течение длительного времени не портится. Ученые теряются в догадках. Тем временем ежегодно, 19 января, в храмах освящают воду и за ней приходит много людей. Они знают о чудесных свойствах богоюленской воды, которую называют святой. Хранят ее долго. Сегодня вода святая. Она людям помогает. Надо ее использовать обязательно. И беречь. И пить, умываться, и детей умоем. В хосте крещение по традиции началось крестным ходом. От кинотеатра «Луч» несмотря на дождь под зонтами православные прошли к железнодорожному вокзалу, а уже оттуда к морю, где было все организовано для купания. По преданию, Иисус Христос крестился в реке Иордан. Во время крещения, согласно Евангелию, на Иисуса сошел святой дух в виде голубя. День крещения Господня еще называют святым богоявлением. Этим праздником завершаются рождественские святки. Сегодня один из 12 самых крупных православных праздников, который называется крещение. И в этот день, по традиции, люди идут в церкви, на молитве присутствуют, посвящают воду. И по традиции, по православной купаются в водоемах. В России это в Иорданях такие проруби вырубают. А у нас, в Хостинском районе, это море. Черное море сегодня было неспокойным и не встретило православных штилем. Даже те, кто пытался войти в море, не смогли окунуться с головой и трижды перекреститься, как это обычно делается на крещении. Большие волны буквально сбивали людей с ног, да и сотрудники службы спасения в гидрокостюмах не позволяли православным далеко заходить в воду. Но это не испортило праздничного настроения. С праздником всех! С крещением Господним! Со святым богоявлением! Как вода! Вода прекрасная, как никогда! Буйная, но святая! С праздником всех! С господи! Следующий большой православный праздник – тоже очищение и покаяние Средине Господне. Он будет отмечаться 15 февраля. В народе же считают, на Средине зима весну встречает. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова